МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем управляющие компании практикуют свои формы работы с должниками за услуги ЖКХ. Направляют уведомления, предлагают временную подработку, например, дворникам или уборщикам, после чего зарплата перечисляется в счет погашения задолженности, а также заключают соглашение о погашении долгов с определенным графиком оплаты. По данным Единого расчетного центра Республики МРИЛ, собираемость платежей за коммунальные услуги в Ешкарале в июле составила 111%. С начала года предъявлено более 450 исков в суд на общую сумму почти 16 миллионов рублей. Ситуация, связанная с собираемостью платежей за жилищно-коммунальные услуги, находится на контроле в администрации Ешкаралы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова